В природе есть рыдание и смех, но больше стон того, что отстояло. Мы часто произносим слово грех, значение скрывая, как под покрывалом. И нет понятия у твари о кончине, не надо каяться, стремиться к совершенству. Полезно в смерти, ставшая овчинкой, полезной многократно бывшей шерстью. Мы здесь проиграем будущее владыкой, заботы многим смертью принесем. Чужое горе стало нашей пыткой, но пользу умный обретет во всем. Анализировать, уметь расшифровать все голоса сопутствующей твари, что нам не следует бездумно пировать, когда в котле соседнем смерть от траву варит. В ликующих весенних переливах, в базарах птичьих, буйных страстью жизни, Да слышатся неслышимые всхлипы, да видится застолье мрачной тризна. Пропитана до перушка шерстинки, до коготка и твердого копытца, Конечным смертным, что есть на всех поминках, заколотая сеп, спеша тупиться. И только с верой искреннего взгляда на крест Христа великого страдальца Познаем жизнь уничтожения яда, и только в будущем немеркнущего счастья. Возмездие за грех лишь только смерть, и без пролития крови не может быть прощения. Все это во Христе и человек, и зверь, и птенчик, и букашка получат незачем-то. Природная стихия изменяет стотчас преображенное в первоначальный образ. Но ныне воздыхание стон окружает нас. Мы ищем тень под капюшоном кобры. 1 марта 2005 года.